МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тепло в многоквартирные дома должно прийти. График уже везде опубликован, так что следите, смотрите, где там ваш адрес. Но переход на весну, как известно, это еще и сокращение светового дня, это осадки. На зиму скорее. На весну мы давно перешли. А, я на весну сказал. Оптимист. Да, на осень, да, переход, ближе уже к зиме. Переход это сокращение светового дня, осадки, дождь, напряженная ситуация на дорогах. Стартовал новый учебный год, да и вообще количество людей в областном центре увеличилось. Студенты приехали, школьники пошли в школу. Да, из отпусков люди вернулись. Да, и буквально каждый день в новостях мы видим сообщения о каких-то серьезных дорожно-транспортных происшествиях. Ну, в основном они приходят, конечно, из районов Кировской области. А сегодня в программе «Дневной разворот» мы хотим поговорить о дорожной ситуации именно в областном центре, что происходит в последние месяцы у нас, какие особенности и нюансы сейчас будут связаны с наступлением осени, какие меры нужно предприниматься для того, чтобы не попасть в неприятные ситуации на дорогах. И обо всем об этом мы будем говорить с нашим постоянным гостем Михаилом Рябовым, начальником отдела ГИБДД по городу Кирову. Михаил Александрович, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте, товарищ подполковник. Договорились мы начать с ситуации общей за последние месяцы, за последние 8 месяцев этого года. Основные черты, основные причины ДТП, что происходит на улицах Кирова в последнее время? Ситуация, которая складывается на дорогах областного центра, она достаточно неоднозначная. С одной стороны, отрадно отметить, что на протяжении последних уже трех лет мы отмечаем методичное сокращение числа дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли и пострадали люди. Количество раненых сокращается. Пускай это темпы не такие высокие, но тем не менее, мы понимаем, что каждое дорожно-транспортное происшествие – это чья-то жизнь, это чье-то здоровье. Поэтому каждая единичка в минус данной статистики – это, конечно, всегда отрадно отмечать. В прошлом году нам удалось на территории областного центра достигнуть рекордного показателя по числу погибших в результате дорожно-транспортных происшествий. За весь прошедший год таких было зарегистрировано 17. Значит, это в среднем меньше, чем два погибших в месяц. Конечно, каждая погибшая – это боль, это очень сложно всегда оценивать и давать какую-либо характеристику таким дорожно-транспортным происшествиям. Но вместе с тем, это рекордная цифра, к которой мы стремимся и в текущем году. Но, к сожалению, неоднозначная ситуация текущего года заключается в том, что на общем фоне снижения числа дорожно-транспортных происшествий, пострадавших в них людей, мы отмечаем серьезное увеличение числа погибших в результате ДТП в текущем году. То есть, если я называл цифру 17 2021 года, это 12 месяцев, то на сегодняшний день эта цифра уже 18. То есть, мы уже перекрыли показатель 12 месяцев прошлого года, и только за прошедший месяц, за август текущего года, мы потеряли 6 человек на дорогах областного центра. Это, конечно, очень серьезный показатель, особенно на фоне той статистики, которая была в прошедшем году. И поэтому, конечно, мы сейчас стараемся приложить все усилия и с точки зрения организации движения на территории города Кирова, и с точки зрения работы сотрудников госавтоинспекции, особенно в наступающий осенний период, который традиционно очень сложный, и о нем мы сегодня, конечно же, поговорим. Еще один показатель, который всегда вызывает тревогу, это состояние детского дорожно-транспортного травматизма. Пускай не сильно, но, тем не менее, число дорожно-транспортных происшествий, пусть на одно с участием детей, но оно возросло. Поэтому, конечно, сейчас, особенно с началом нового учебного года, у нас снова появились инструменты воздействия на наших юных участников дорожного движения. Мы активно проводим различные мероприятия в образовательных организациях, подключаем педагогов, родительскую общественность, и этими усилиями и мерами, предпринимаемыми, надеемся, что мы эту ситуацию изменим, и нам все-таки удастся удержать показатели детского дорожно-транспортного травматизма, как минимум не выше, чем аналогичные показатели прошлого года. Если говорить про анализ дорожно-транспортных происшествий и какие ДТП наиболее характерны для уличной дорожной сети областного центра, то здесь традиционно мы отмечаем большое количество столкновений транспортных средств, которые в основном происходят на крупных магистральных улицах, в первую очередь на перекрестках, там, где проводятся различные мероприятия по изменению организации дорожного движения, совместно с владельцем уличной дорожной сети администрации города Кирова. И еще одна проблема, она также традиционная, и мы каждый раз о ней говорим, это наезды на пешеходов. Вот как раз переходя к теме осеннего времени, это максимально актуальная проблема, и о ней, наверное, мы сегодня большую часть времени как раз поговорим. Увеличение количества числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях на основе анализа проводимого госавтоинспекцией, в чем основная причина все-таки заключается такого резкого роста? Ну, если давать оценку всем дорожно-транспортным происшествиям, всем 18-ти, в которых пострадали, либо погибли, в первую очередь, погибли участники дорожного движения, то в текущем году в основном это водители и пассажиры транспортных средств в результате столкновений. В основном это не предоставление преимущества. Вот, допустим, последние два дорожно-транспортных происшествия, они друг за другом сразу случились с разницей, там, буквально в часы. Это ДТП, в которых погибли мотоциклисты, которые двигались по главной дороге, и в результате не предоставления им преимущества со стороны водителей легкового транспорта, мотоциклисты, к сожалению, погибли. То есть, вот эта тенденция, когда не предоставляют преимущества в движении, и в летний период мотоциклисты, это действительно бич. Такой, каждый год мы теряем из вот этого сегмента участников дорожного движения. Если говорить про пешеходов, то часть из них, всего погибло в текущем году шесть уже пешеходов, часть из них это нарушение со стороны самих пешеходов, неверный выбор места для пересечения проезжей части. То есть, нарушали правила пересекая проезжей части. Да, переход проезжей части на запрещающий сигнал светофора. И часть, конечно же, здесь есть доля вины водителей, когда, либо уже при смене сигнала светофора, водитель торопится завершить маневр, соответственно, из-за помехи появляется пешеход, происходит наезд, и которые заканчиваются трагическими последствиями. То есть, здесь ситуация, нельзя однозначно ее оценить, что в большей степени виноваты пешеходы, либо водители транспортных средств. Потому что даже там, где мы вроде бы не усматриваем вины пешехода и говорим о том, что он шел в границах пешеходного перехода, все-таки, опять же, вспоминая пункт 4.5 правил дорожного движения, мы помним о том, что он призывает участников дорожного движения, в первую очередь, пешеходов, перед тем, как выйти на проезжую часть, убедиться в безопасности своих действий. То есть, особенно это как раз актуально для осеннего периода. Когда световой день сокращается, да, и видимость ухудшается. Не все видно даже еще. Вот еще такой вопрос, Михаил Александрович, говоря о причинах дорожного происшествия, обычно еще упоминают такой вот бич наш, как, скажем так, пьянство за рулем. С этим ситуация как-то меняется у нас? Ну, ситуация, что касается цифр, она на уровне прошлого года, и здесь большей проблемой в последние годы и, к сожалению, текущий год не исключение, это ДТП по вине водителей, не имеющих либо лишенных права управления. То есть, в связи с изменением законодательства, именно ужесточением законодательства, в данной сфере очень, ну, так скажем, часть нерадивых водителей, так их назовем, были в свое время лишены права управления транспортными средствами, но от управления транспортными средствами не отказались, продолжают движение и совершают дорожно-транспортное происшествие. По их вине в текущем году зарегистрировано 25 дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб, 29 получили травмы. То есть, цифра достаточно серьезная на фоне общей статистики ДТП на территории областного центра. И они еще наверняка в состоянии алкогольного опьянения еще бывают? В том числе, часть из них, да, продолжают вот свои пагубные привычки управления транспортом в состоянии опьянения, и вот что приводит к таким трагическим последствиям. Вроде ведь уже ужесточили, дальше некуда законодательство, вроде и сроки уже там... Вот в июле, да, буквально, да, вот появилась эта новая статья 264.3. И все равно не останавливается. Ну, к сожалению, да, человек, который уже находится в состоянии опьянения, и у которого имеется возможность, имеется доступ к транспортному средству, уже не срабатывают вот эти, так скажем, факторы, которые должны были остановить трезвого человека, и получаются вот такие неприятные ситуации. Не может человек просто, да, вот... Вовремя остановиться, так скажем. Себе по рукам, что называется, и не садиться за руль транспортного средства. А, кстати, мотоциклисты, вот, да, мы сказали о трагичных случаях с их участием, а в целом байкеры, да, так называемое байкерское сообщество, как относится к соблюдению правил дорожного движения? Ну, здесь мне... Сколько по их вине, собственно, да, дорожно-транспортных происшествий? Здесь мне хотелось бы разделить наше мотосообщество областного центра на две категории. Это, так скажем, организованные мотоциклисты, которые входят в состав каких-то мотосообществ, проводят какие-то свои фестивали, мероприятия, слеты. Мы очень активно с ними взаимодействуем. На самом деле, практически с каждым мотосообществом, которое функционирует на территории города Кирова, мы проводим мероприятия по профилактике дорожно-транспортного травматизма, в том числе с участием как раз мотоциклистов. Очень активно, охотно данное мотосообщество откликается на наши призывы, участвует в мероприятиях, в том числе с привлечением средств массовой информации. За это им, конечно, большое спасибо. И больших проблем, нареканий в адрес именно вот этой организованной части мотосообщества у нас нет. Другая составляющая – это, назовем их, неорганизованные мотоциклисты, которые… Как говорится, в семье не без… Да, которые… Не без неорганизованного мотоциклиста. Да, которые не вступают в никакие мотосообщества, не участвуют в мероприятиях, а просто для них мотоцикл, к сожалению, расценивается как средство забавы, средство развлечения, далеко не определение своего статуса в обществе, не показание уровня мастерства, а именно развлечения. И вот при таком отношении к мототранспорту мы имеем вот такие неприятные ситуации. Ну вот два примера, последние, которые я привел. С одной стороны, конечно, на сегодняшний день продолжается по ним расследование, выясняются причины, обстоятельства случившихся дорожно-транспортных происшествий. Нужно понимать, что в любом дорожно-транспортном происшествии, ну чаще всего, да, абсолютное большинство дорожно-транспортных происшествий, это как минимум два участника. И даже с правовой точки зрения, когда мы оцениваем вину, кто виноват в конкретном дорожно-транспортном происшествии, и делаются выводы, заключения по результатам расследования обстоятельств, мы понимаем, что в любой ситуации та или иная доля вины есть у каждого участника дорожно-транспортного происшествия. То есть зачастую, почему трагические последствия имеют ДТП с участием мотоциклистов? Благодаря двум обстоятельствам всего лишь. Это минимальная защита, которой лишен водитель мотоцикла, в отличие от водителя автомобиля, да, его не спасает кузов, у него нет ремней безопасности, только вот элементарные средства защиты мотоциклиста и все. Это с одной стороны. И с другой стороны, второй фактор, это скорость. То есть скорость и плохая различимость на дороге. То есть если машину в зеркало заднего вида, ну, не увидеть крайне сложно, то мотоциклист, который двигается на высокой скорости, он неожиданно появляется на проезжей части. Чаще всего не по прямой идет. Да, иногда его очень сложно увидеть. И вроде бы, да, водитель не пропустил мотоциклиста, но если это какой-то перелом дороги, если это поворот, и водитель транспортного средства другого вроде бы убедился, никого нет, начинает выполнять маневр, и в это время появляется мотоциклист, бывает очень сложно что-либо сделать, поэтому здесь, конечно, нужно и мотоциклистам в первую очередь это учитывать, параметры своего транспортного средства. Мы об этом всегда говорим вот на тех самых мероприятиях, которые совместно проводим с мотосообществом, и действительно опытные мотоциклисты сами призывают к этому, потому что они понимают всю опасность вот этой ситуации. Ну, слава богу, мотосезон скоро должен быть завершен, да, в связи с погодными условиями, да, все-таки холодное время года приближается. Но и, да, тоже не могу не спросить, то, о чем мы с вами в одной из предыдущих встреч разговаривали, это средства индивидуальной мобильности. Лето, да, электросамокаты всевозможные. Велосипеды, особенно с учетом того, сколько сейчас доставки, служб доставки очень же много, очень-очень много. Да, как теплое время года для этой категории у нас, участников дорожного движения. А они собираются всю зиму ездить? Ну, мы с вами общались на эту тему буквально в первые дни начала сезона активного использования средств индивидуальной мобильности, в том числе велосипедов, и стартовали мы не очень хорошо, буквально там в первые дни лета мы сразу имели два дорожно-транспортных происшествия с участием электросамокатов, была часть велосипедистов. К счастью, в течение лета мы особых проблем с электросамокатами не испытывали, было несколько дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали люди, незначительные травмы получили, в том числе среди них были как дети, так и люди преклонного возраста. То есть самые различные категории используют эти средства передвижения. Если говорить про наиболее традиционные средства передвижения, это велосипеды, то в основном здесь, конечно, у нас травмировались дети. Причем это традиционно, сезонно, у нас бывает каждый год, мы этому уделяем накануне начала летних каникул очень много внимания, мы стараемся посетить все образовательные организации областного центра, говорим про это, выступаем в средствах массовой информации. Но каждое лето, к сожалению, мы имеем эту проблему, и текущий год он не исключение. Такие дорожно-транспортные происшествия у нас случались, и вот те цифры, статистики, о которых я сказал вначале, они пополнились, к сожалению, в том числе и данным видом дорожно-транспортных происшествий. Ну, по поводу электросамокатов, да, тут летом регулярно поступали, конечно, трагичные новости из больших городов, из Москвы, из Петербурга, но там были, да, и смертельные случаи. Ну, вот у нас, по словам Михаила Александровича, так обошлось. Ну, и, видимо, да, переходим мы уже к особенностям дорожного движения уже в осенье, в последний период. Действительно, я как человек, там, в течение рабочей недели, не каждый день пользующийся автомобилем, ну, вот вчера у меня, например, была надобность съездить в юго-западный район уже вечером, когда шел дождь, и действительно, ведь ты себя неуютно чувствуешь за рулем, когда асфальт мокрый, когда оптика автомобиля, она не освещает полностью, да, у тебя дорогу перед тобой. Ты наблюдаешь одновременно водителей, которые не понимают, видимо, не отдают себе полный отчет в том, что надо бы скорость-то снизить, и мало ли что, тут может все что угодно произойти. Как сейчас себя, Михаил Александрович, нужно вести все-таки, в первую очередь, водителям автомобилей, чтобы не попасть в неприятные ситуации? Сотрудники госавтоинспекции, если можно так сказать, всегда с содроганием ждут начала осеннего периода, потому что это среди всего календарного года, это самый сложный период. Основная проблема, ее можно одним словом характеризовать, это видимость. То есть, действительно, абсолютное большинство всех проблем на дороге, связанных с безопасностью дорожного движения, связанных с этим словом. После летнего периода, когда световой день максимальный, когда условия видимости максимально благоприятные, к сожалению, вы правильно отметили в своих словах, что не все водители осознают как раз то, что необходимо срочно перестраиваться. В первую очередь, перестраивать и менять привычки своего поведения на дороге. Выступая как в качестве водителя, так и в качестве пешехода. К сожалению, проблемы как от тех и от других. И вследствие вот этой проблемы, самым главным бичом осени являются именно наезды на пешеходов. Если говорить о рекомендациях и о том, каким образом себя вести, то здесь рекомендации нужно разделить на две составляющие. Это рекомендации для водителей и рекомендации, конечно же, для пешеходов. Для водителей следует начинать в первую очередь с подготовки своего транспортного средства к эксплуатации в таких непростых погодных и дорожных условиях. Начать нужно с оптики, начать нужно с лобового стекла. То есть в данных направлениях не должно ничего препятствовать нормальному обзору на дороге и обеспечению видимости со стороны самого транспортного средства. Мы понимаем, что есть очень много проблем по уличной дорожной сети. Вот мы всегда накануне, как только начинается, начинает сокращаться световой день, мы проводим совместно с администрацией города, с соответствующими подрядными организациями, которые отвечают за освещенность на территории областного центра, проводим рейды. Это масштабная по освещенности. И вот сейчас мы практически каждую ночь совместно, коллективно выезжаем и проверяем освещенность на территории города Кирова. Она улучшается? К сожалению, мы отмечаем, что пока более половины всех участков, которые мы проверяем, не соответствуют требованиям ГОСТа. Поэтому, конечно, здесь рассчитывать на то, что на дороге горят фонари, и освещение хорошее, и все достаточно, пока, к сожалению, говорить об этом не приходится. И водитель должен понимать, что если со стороны его транспортного средства еще будут дополнительно проблемы с точки зрения обеспечения себе освещения, то, конечно, вот одно с другим сложится, и крайне неприятная картина. И, как вы сказали, такие водители очень неуютно себя чувствуют, когда фары работают неправильно, а когда еще одна фара не работает, либо загрязнены фары. Конечно, это очень все печально, как правило, заканчивается. С другой стороны, лобовое стекло. Нужно проверить обязательно стеклоочистители, чтобы они работали в установленном режиме, чтобы они действительно эффективно очищали стекло, потому что вот сейчас с наступлением осадков приходится включать стеклоочистители. И если они достаточно уже, ну, так скажем, свое отходили, и срок эксплуатации уже превышен, то они не способствуют улучшению видимости, а еще, наоборот, ее ухудшают. То есть они вот это все растирают по стеклу, грязь, осадки и так далее. И водителю приходится всматриваться в дорогу. В свете фонарей, в свете задних сигналов. Особенно встречный транспорт, когда в таких условиях, конечно, очень сложно. Поэтому первая рекомендация – это обратить внимание на свое транспортное средство и подготовить его к эксплуатации. И еще одна составляющая – это когда происходят перепады температур, утром, вечером гораздо прохладнее, чем днем, и, соответственно, стекла запотевают. Мы садимся в автомобиль, стекла запотели, некоторые торопятся, не прогревают автомобиль, не успевает салон прогреться до тех температур, чтобы вот это запотевание, оно отошло. Соответственно, плохо светят фары, щетки старые, запотело стекло. Вот это все вместе. Ну и условия видимости, погодные и дорожные условия. Конечно, вот это очень серьезно. Все подготовка транспортного средства к началу движения. То есть водители, получается, многие наугад просто-напросто. Да, он одной рукой треку берет, начинает там эту запотевшую это все счищать, одной рукой ведет, куда он смотрит, непонятно. Да, ну в народе еще бытует мнение о том, что запотевшие стекла в автомобиле – это, собственно, сигнал для госавтоинспектора о том, что надо бы присмотреться повнимательнее к данному гражданину за рулем. Да, следующее следует отметить о поведении водителя уже в процессе управления. То есть есть участки уличной дорожной сети, где нужно быть максимально внимательным. В первую очередь это нерегулируемые пешеходные переходы. Там самая большая опасность неожиданного появления пешехода на проезжей части. Да, есть у нас факты выхода на проезжую часть в неустановленных местах, на запрещающий сигнал светофора, но, скорее всего, это все-таки исключение из правил. Это уже отъявленные нарушители и люди, которые, ну, совсем с пренебрежением относятся к требованиям безопасности. Ну, либо неадекватные люди. Да, а чаще всего люди ведь, и в том числе дети, они научены пользоваться пешеходным, вернее, научены тем, что переходить дорогу нужно по пешеходному переходу, в том числе нерегулируемые. Там они чувствуют себя полноправными хозяевами. Я иду по пешеходному переходу, я соблюдаю требования правил дорожного движения, и здесь вот уже составляющая пешеходов, не обращая внимания по сторонам, просто начинаю идти. И в этих условиях, если водитель пренебрегает элементарными правилами внимательности, безопасности и подъезжает к пешеходному переходу на достаточно высокой скорости, нужно понимать, что сейчас еще начинается листопад. Да, дорожные службы стараются, следят за этим, но не всегда это происходит своевременно. Мокрые листва способствуют увеличению тормозного пути, мокрое покрытие, аквапланирование, есть такое понятие, да? Ухудшается сцепление, да. То есть ухудшается сцепление колес с дорогой, и транспортное средство, как на коньках, едет по покрытию, особенно если водитель пытается остановить транспортное средство резко, то есть резко нажимают на тормоз, машина становится неуправляемой. И здесь уже практически ни от пешехода, ни от водителя в данной ситуации ничего зависеть не будет. Я прошу прощения, да, Михаил Александрович, у нас сейчас небольшая рекламная пауза, будет минута, и мы продолжим обязательно. В гостях у нас, напомним, Михаил Урябов, начальник отдела ГИБДД по городу Кирову. Говорим мы о дорожной ситуации в областном центре, и сейчас вот сосредоточились на тех нюансах, которые у нас осень вносит, да, сокращение светового дня, осадки. Закончили на том, что у нас листопад активный, вот скоро начнется, и все-таки на дорогах оказывается, да. Вот вы сказали о том, что водители зачастую, да, пытаются резко, как можно быстрее остановиться, но это, видимо, в том числе, наверное, неопытность, потому что водитель опытный, он понимает, что ты резко не остановишься, хотя первая реакция, там, быстрее нажать на, как можно резче нажать на петаль, то, видишь, когда ты не притормозил перед пешеходным переходом, у тебя другого выхода нет, если вдруг появляется пешеход, то есть это уже паническая реакция, это просто давишь на все тормоза, а тормозной путь-то увеличивается из-за листопада. Так, дальше, да, продолжаем. Вообще, продолжая тему резких каких-то действий, следует сказать, что в наступившей осени и предстоящий зимний период вообще резкие движения, любые резкие маневры, это самое опасное на дороге с точки зрения водителей, потому что очень часто это все, как сейчас было сказано совершенно верно, это инстинктивно происходит. То есть если я своевременно не снизил скорость движения перед пешеходным переходом, и там неожиданно появляется пешеход, то я инстинктивно просто давлю на тормоз, и моя машина становится неуправляемой. При этом любые маневры, перестроения и так далее, вот осень, она, к сожалению, очень стремительна, и наступают заморски в вечернее и утреннее время, и даже элементарные перестроения, резкие из ряда в ряд, они очень часто приводят как раз к тому, что водитель просто уже перестает быть хозяином своего транспортного средства, и оно ведет себя совершенно непредсказуемо. Вот об этом нужно помнить. Простите, Михаил Александрович, я хочу заметить, просто я знаю, что есть такая категория водителей, которые вот уверенно, самоуверенно себя чувствуют, они думают, что у меня современный автомобиль дорогой, который оснащен современными системами безопасности, он полноприводный, и вот эти люди думают, что они там, ну уж смогут они остановиться. Господи, я много раз видел, когда полноприводный внедорожник, он, ну вот, в совершенный, вообще непредсказуемый маневр уходит просто на дороге, да? Но не спасает. Точно так же, как любой другой, да. Не спасает зачастую это, несмотря на то, что автомобильная промышленность у нас действительно развита. Не спасает, а как раз благодаря самоуверенности того лица, который ему управляет. Безусловно, если сравнивать современные транспортные средства с множеством систем, которые помогают водителю, и в том числе систем безопасности, конечно, уровень их степени безопасности, он гораздо выше. И возможности этого транспортного средства, но ими ведь нужно тоже правильно пользоваться. И если человек полностью рассчитывает на электронику и на то, что было сделано с автомобилем, с заводом-изготовителем, то это, конечно, очень большая ошибка, которая искупается потом, к сожалению, вот цифрами статистики, с которых мы сегодня начали беседу. Продолжая тему водителей, каждый водитель должен помнить, что помимо нерегулируемых пешеходных переходов, и еще одна проблема, и место, к которому нужно быть предельно внимательным, это перекрестки. То есть та ситуация, та картина, когда в летний период водитель, пытаясь побыстрее проскочить перекресток на разрешающий сигнал светофора, уже фактически там при смене светофора, это, ну, как бы, к сожалению, картина, которую мы наблюдаем постоянно, в осенне-зимний период, это крайне опасно, потому что начавшееся движение с других направлений, его остановить в этой ситуации, так же, как водителя, который увеличивает скорость при проезде перекрестка, бывает практически невозможно, и вот последствия бывают очень трагичными в такой ситуации. Поэтому нерегулируемые пешеходные переходы, перекрестки, еще хотелось бы добавить сюда детские образовательные учреждения, потому что многие из них учатся в две смены, и дети возвращаются из школы, из каких-то кружков, секций, в том числе в темное время суток. Конечно, не все из них еще обладают достаточными знаниями по правилам дорожного движения, не умеют правильно оценить дорожную обстановку, и здесь, конечно, водитель, как лицо, которое управляет источником повышенной опасности, он несет ответственность за свои действия на дороге и за те возможные последствия, которые могут произойти в результате его ошибки. Ну, я думаю, что люди, которые живут вблизи образовательных учреждений, они, вот я тоже живу рядом со школой, я прекрасно же вижу, дети, они не просто возвращаются из школы, у них же выплеск радости, они же выбегают, действительно, они непредсказуемо не становятся. Мы все были школьники, мы все помним, как мы из школы выходили, да, это же сразу вот. Они играют между собой, там делятся впечатлениями. И в том числе прямо на дороге. Да, это, собственно, вот не такой неупорядоченный поток, да, вот идет спокойненько себе, нет, они в разные стороны. К тому же, они же еще зачастую, ну вот, от горшка два вершка, понимаешь, их еще и так-то не видно, а в темноте тем более. Пара минут у нас буквально остается, видимо, на рекомендациях для пешеходов, да, сейчас придется нам сосредоточиться, как сжато, да. Да, это крайне важно, потому что пешеходы очень часто сами способствуют неприятностям со своим участием. И буквально несколько рекомендаций. Первое, это переходить дорогу в строго установленных местах, это пешеходные переходы, то есть сейчас переходить дорогу там, где это не получится, ну, это просто крайне опасно. Вторая рекомендация, это правильно пользоваться пешеходными переходами. И прежде чем начать движение, нужно действительно убедиться, что вас пропускают. Рекомендуем особенно для младших участников дорожного движения использовать световозвращающие элементы, которые, как показывают научные исследования, в шесть с половиной раз повышают уровень безопасности того человека, который их использует, чтобы своевременно их было видно на дороге. Ну и, конечно же, для всех общее пожелание все-таки помнить об особенностях осеннего периода, о которых в том числе мы сегодня с вами поговорили, их учитывать при передвижении, ну и соблюдать правила дорожного движения. Ну, правила дорожного движения по части световозвращающих элементов у нас требуют обязательное ношение в темное время суток вне населенных пунктов, но будет намного-намного лучше, и госавтоинспекция из года в год это повторяет, когда и в городах, да, и в населенных пунктах мы тоже будем пользоваться. Да, я думаю, это к детям относится, потому что... Да, ну, слава богу, производители одежды это понимают. Понимают, да, и отдельно они продаются, и им нравится самим, когда им там рюкзачок-то облепишь, он же еще и светится в темноте. Нормально все видят. В общем, мы высказываем надежду на то, что все мы будем себя культурно, адекватно вести на дорогах, водители, пешеходы, и обойдется у нас без серьезных происшествий. И статистика все-таки улучшится. Спасибо, благодарим Михаила Рябова, начальника отдела ГИБДД по городу Кирову. До новых встреч, до свидания. Спасибо, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»!